У Гомеля подвели выники областного огляда конкурса на лепшую организацию идеологичной работы в працовных коллективах. У Знагороды в разных номинациях отримали больше, как 30 переможцев. На урожистой церемонии побывала Ганна Корольчук. Конкурс на лепшую организацию идеологичной работы проводили в 14 раз. За этот час его переможцами стали около 250 предприемств и организаций региона. Сегодня в этот спис унесли новые назвы. Так, например, переможцам агляду конкурса у Галине культуры стал Жлобинский историко-краизнавчий музей. Зараз его изначальвая Нина Шрейтер. 27 годов Жанчина была директором средней школы номер 9 города Жлобина. И уже 10 годов она керует культурные установы. Зараз в залах музея собрано около 18 тысяч экспонатов. Его коллектив у 40 человек работает с всеми категориями насильництва. Мы ведем постоянно работу, связанную с воспитанием, любви, патриотизмом к тому, что мы сегодня имеем. Это наша изюминка. Это то, без чего сегодня не обходится ни одна прибывающая в Гомельскую область делегация. Мы бываем в школах, в детских садах. Мы проводим экскурсии на территории Жлобинского района, в самом городе, обзорная экскурсия по городу. Экскурсии по мемориальному комплексу детям жертвам войны, экскурсии по усадебному дому 19 века. И стараемся все то новое, современное, что есть сегодня в музейном деле, использовать у себя в своей работе. Усяху на конкурс было представлено 90 материалов у 11 номинациях. В Сародлепших так само назвали ГДУ имя Франциска Скарыны, Ельскую допоможную школу-интернат, Капцевецкий психонеурологичный дом-интернат для состарелых и инвалидов, Светлогорский филиал Гомельского областного споживецкого творчества и шмат инших. Усеяны отримали дипломы и хорошовые премии. Гэтых представников разных сфер объедуло и одно. Идеологичной работой тут займаются талиновитые, инициативные и творчие люди. Их задача – створить здоровый микроклимат в коллективе, сформировать командный дух, коли каждый член коллектива отчувает дочинение до выников агульной працы. Вот уже в 14-й раз подводятся итоги смотра конкурса «Идеологическая работа» в трудовых коллективах Гомельской области. Он призван отметить лучших из лучших. Тех, кто способен вдохновить, тех, кто способен повести за собой, тех, кто способен сплотить коллектив. И самое главное – тех, для кого на первом месте всегда человек, кто способен слушать, слышать и вовремя поддержать. Головное управление идеологичной работы культуры по справах молоди особенно заохватило некоторое предприемство и организации под зячными листами гомельского облаконкама. Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель».